И здесь проявляется фреска великомученика Меркурия. Настоятель и романахник Андр показывает фрески Смоленской церкви. Вот здесь одна проявляется из-под другой. Иконы не совсем привычные, святые, как будто персонажи с картин Васнецова. Историки уверяют, таких церковных росписей не очень много. Здесь подходили даже к вопросам реставрации дореволюционной достаточно нестандартно. Достаточно нестандартно. Искали какие-то пути и решения, которые для того времени были новаторскими. Этот храм уникален во всем. Уверяют, его проектировал сам Гавриил Романович Державин. На этих землях располагалось его родовое имение. Каменщиков для строительства церкви он привез из Санкт-Петербурга. Иконы для центрального иконостаса написал выдающийся русский портретист Владимир Боровиковский. Время и люди нисколько не пощадили этот храм. Полностью разрушена стена и часовня. Исчез уникальный иконостас. А колокола, говорят, утопили в соседней речке. Развалены за моей спиной – это то, что осталось от колокольни. К слову, с нее и начнут реставрационно-восстановительные работы. 15 июня строители приступят к работе. В этом году должны построить колокольню 20 метров высотой. Купол, шпиль. Реставрацию будут проводить по всем правилам. По старой технологии раствор. То есть известь – это в обязательном порядке, поскольку она позволяет раствору дышать, в стене дышать. И температурное напряжение – все сохраняется так же, как раньше. То есть здание будет стоять. Строительные работы в церкви будут проходить два года. Средства почти 50 миллионов рублей выделили по программе «Историческая память» из федерального бюджета. Координатор – депутат Госдумы Виктор Заварзин. Именно благодаря его усилиям на реконструкцию храма в Державино и выделили средства. Здесь нужно очень много сделать. Нужно здесь полностью отопление подвести, здесь утеплить надо церковь. Здесь нужно по проекту чугунные полы, иконостас, колокольня, укрепить фендамент, облагородить в конечном итоге эту территорию и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, с этой задачей справимся. Ну, при условии, конечно, чтобы все напряжемся. Строительные работы завершат уже в следующем году и возьмутся за реставрацию внутреннего убранства храма. Юрий Мишенин, Виктор Гошенев. Наше время. Гузулукский район.